Друзья мои Не открывая глаз, вытяните руки и коснитесь сидящего напротив А теперь нежно погладьте его Нежно Субтитры сделал DimaTorzok ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Да вы присядьте Алло, Алла, найди Лисицына, пусть зайдет Хорошо, жду Ну что ж, Оксана Григорьевна, будем работать вместе Вас рекомендовали как хорошего специалиста по компьютерам Я закончила политехнический факультет электронного оборудования Отделения программного обеспечения А перед этим была школа милиции? Да, мой отец был опером Решили пойти по его стопам? И как он отреагировал? Он погиб Через несколько дней после моего выпускного бала Простите Это было 9 лет назад и после его смерти у меня не было выбора Вызывали? Да, заходи Здрасте Вот познакомься Это майор Лисицын А это старший лейтенант Оксана Амелина Наш новый специалист по компьютерам Введю ее в курс дела, только Пожалуйста, поосторожней с вашими шуточками А то девушка обидеться может Ввиду, Галина Николаевна Меня трудно обидеть Костя Сработаемся Пойдемте Юль Ты меня это, извини Просто мне не к кому больше обратиться За 200 лет нашего знакомства Ты меня первый раз о чем-то просишь Проси смело Ты же работала там В каком-то детективном агентстве Что-то такое Ну и сейчас что-то вроде того Меня шантажируют Как же тебя угораздило Ты же любила мужа Я и сейчас его люблю Я вообще не понимаю, что на меня нашло Ну а я-то здесь Чем могу помочь? Он выгонит меня и ребенка Заберет, понимаешь? Здорово здесь Угу, классно Надо было Дениса взять, да? Точно И почаще приезжать сюда будем О! Смотри О, какая! Падемь, гадость какая-то Марин Маринка, я давно тебя хотел спросить Тебя что, секс совсем не интересует? Нет, интересует Что ты спрашиваешь? Да ты робкая Что ли, что ли, потому у нас с тобой не получается Да ладно? Ну ладно, ладно, ладно Я тебя люблю Обратитесь в районное отделение милиции Ну помогите, ну пожалуйста, ну что вы, не женщина что ли? Здесь я не женщина Я эксперт Полковник Рогозина Я не собираюсь тратить свое рабочее время, чтобы прикрывать чей-то адюльтер Да как вы не можете? Марина Марина! Галина Николаевна, я знаю Марину 10 лет Это не какой-нибудь адюльтер Здесь что-то другое Девушка Я иду по коридору туда, вы плачете Иду обратно, то же самое Примите таблеточку, а? Не надо мне ничего Пейте, пейте, пейте Понимаете, голубушка Я патологоанатом И у меня там в холодильнике люди, которым намного хуже, чем вам Так что пейте, пейте Что мне теперь делать? Господи Марина говорит о потере чувства самоконтроля и частичной амнезии Она не помнит, где именно встречалась с этим человеком Ее чем-то напоили А смысл? Мне кажется, эти курсы тантрической йоги организованы специально для того, чтобы компрометировать богатых дамочек А потом их шантажировать? Все голословно Нет оснований для открытия уголовного дела А в частном порядке? В частном? Попробуй Только не в ущерб основной работе И что же ты хочешь предпринять в частном порядке? Ну, если они охотятся на богатых дамочек, то и ловить их нужно на живца То есть на меня Что ж, попробуй Тебе поможет Лисицын и новая сотрудница Оксана Амелина Уже наслышана Очередной компьютерный гений Так вы знакомы? Ну вот и прекрасно Проявить мне участие Работаем Спасибо, Галина Николаевна Привет, это я Да, у нас беда Фотографии украли Да, все И деньги тоже Да, я получил аванс Да, я понимаю, это мои проблемы Подожди, подожди Мне кажется, я вспомнил Они в фотоаппарате остались Да, я его уже отдал Но я его обязательно верну Обязательно верну С ума сойти, первый раз вижу, что Барагозина изменила свои решения Наверное, Юлия Соколова На шлакные ключи Интересно, а как Соколова пойдет на эти курсы одна без прикрытия? Ну, микрофон повесим Если что, фестовские герои прибегут и спасут Какой микрофон? Они же там все голые ходят Как это? Ну, вот так В простых водних Да? Если что-то случится Бросай телефон в окно Мы будем внизу в машине Услышим звон разбитого стекла и перебежим на помощь А что может случиться? Это семинар, там полно народу Ну, вдруг там к тебе будут приставать, дискредитировать Я думаю, для этого у них отдельное специальное помещение подальше от этих курсов Вот этого парня, скорее всего, ты там не увидишь Это Дмитрий Белкин, мне Марина про него рассказывала Какая разовая штучка? Вот Скорее всего, он связан с шантажистом И, возможно, его будут искать на семинаре Да, ну, все С Богом Разрешите? К вам посетитель Проходите, садитесь, Марина Не, Юля Соколова сказала, что я вам должна принести запись голосом помогателя Давайте послушаем Меня не интересуют ваши проблемы Завтра в 12 часов я жду деньги Все 20 тысяч полностью Иначе эти фотографии увидит ваш муж Но я не... Божественная кундалини Пронизывает ваши головы и чресла Делитесь Щедро делитесь этим даром с другими И тогда Тогда вы станете по-настоящему свободными В 12 часов я жду деньги Все 20 тысяч полностью Иначе эти фотографии увидит ваш муж Но я не... Бесполезно Обычный городской шум Звонили с мобильного Телефон без регистрации Можно запеленговать? Его сейчас нет в сети Скорее всего, они отключают телефон сразу после звонка Умные? Нежно погладьте плечи и шею вашей второй половины Почувствуйте себя не мужчиной и женщиной Но частицей космоса Космоса Частицей космоса Кать, привет Слушай, у тебя не найдется взаймы? А, нет сейчас А тебе шуба не нужна? Я за 12 брала Она новая, вообще новая Пять Так мало Я согласна Спасибо А вот и я Вернулась? Ну, что там С компроматом на обаятельного сотрудника ФЭС А на мою девичью честь Никто даже не покушался Аж обидно А чем это тебе пахнет? А, там Палочки стояли Ароматизированные Ну, с благовониями И там Судись А это что за эксперимент? Салфетка пропитается запахом твоих волос Ну, не знаем Чем там тебя окуривали Хорошо Еще посмотри, пожалуйста, внимательно на мои ключи Здесь в бороздках Какое-то синее вещество Олечка, привет, дорогая Слушай, у тебя не найдется взаймы денег? Много 15 тысяч Никто специально Даже и не собирался Меня соблазнять Эротическая атмосфера Там, конечно, присутствует Но За рамки привлечия не выходит Значит, ты ошиблась? Это обычные семинары Безо всяких криминальных подвохов? Может, я неинтересна для них Как потенциальный объект шантажа? Они ведь могли посмотреть в паспорте Что я не замужем Вам требуют документы? Нет Но пока шел семинар Кто-то успел покопаться в моей сумочке Технический вазелин Минеральный воск Я убрала паспорт в сумочку Во внутренний карман Лицевой частью К стенке А когда вернулась Он лежал уже наоборот По-другому Юля На паспорте отпечатки пальцев посторонних имеются? Нет Но Зря я тогда тебя послушала Твоя подруга сама виновата в своих проблемах Разрешите, Галина Николаевна? Да, что у тебя? Я провела адрологическую экспертизу Волос Соколовой Мускус, Иланг, Иланг, Эстрагон, Розовое масло Это все сильные афродизиаки Поэтому твоя подруга после семинара Ушла в столь приподнятом настроении И еще Вещество синего цвета на ключе А вот это уже серьезно Глина, минеральный воск, а вот крахмал Что это? Это Юль Пластилин Думаю, с твоих ключей сделали слепок Кто-то напрашивается в гости Я пошлю к тебе на квартиру Группа захвата Представляешь, как здорово придумано Пока полуголые клиенты Медитируют Эти мошенники Готовят к краже квартир Подожди, ну а если человек живет Не там, где он зарегистрирован? Организаторы данного семинара Предлагают дополнительные материалы С доставкой на дом То есть, получается, люди Сами называют адрес, где проживают Мало того Они еще и говорят, кто, когда Бывает дома То есть, они сами приглашают жуликов В свободную квартиру Точно Марин, в моей квартире засада Как только туда придут гости Мы сразу же их возьмем И тогда уже можем работать И над твоими фотографиями Юля, почему сейчас нельзя пойти их взять? Ни один судья Не даст санкцию на обыск Из-за какого-то пластилина Тем более, мы не знаем Имеют ли они отношение к шантажу Или нет Просто я не могу ждать Завтра истекает срок Понимаешь? Давай возьмем их при передаче денег Да, у сообщников будут копии Они передадут их мужу Да зачем им это нужно? Они будут тянуть из тебя деньги Всю жизнь Я просто все поняла Ты не можешь мне помочь Так, во-первых Мы сейчас Не трогай меня Вам всем было изначально На меня наплевать А я дурой ментам поверила Во-первых, мы должны успокоиться Я вообще не хочу тебя слушать Я ненавижу вас Ненавижу вас всех Марина! Будь добр, в тиры отнеси Шустел передай У вас что, догонялки? Галина Николаевна Марина готовит деньги Для выкупа фотографий Нам нужно проследить Кто придет за деньгами Так, и кто будет этим заниматься? Ну как это? Кто мы? А на каком основании? А у нас нет дела о вымогательстве Я не могу отрывать людей От одного дела И бросать на другое Только лишь потому Что Марина Фомина Хороший человек И ты ее знаешь много лет Вы принесли деньги? Считайте Зачем же? Мы вам доверяем Держите Здесь все фотографии? Все Карта памяти Из фотоаппарата Все, что у нас есть Все по-честному Странно у вас понятие честности Мадам Это только бизнес Ничего личного Да, Марин, привет Как твои дела? Привет Слушай, я Выкупила все фотографии Правда, денег совсем не осталось Ну да ладно Бог с ними А ты уверена, что это все Что было снято? Юль Ты меня Извини, пожалуйста Что я тебе наговорила Ерунды всякой Ну, сама понимаешь Нервы, все Ужас просто Тебе сейчас нужна какая-то помощь? Нет Спасибо Не нужно Ну, хорошо Давай На связи Пока Вот ты где прячешься Там твою квартиру ограбили То есть как это ограбили? У меня там группа захвата должна была быть Ну, в смысле Хотели ограбить Ну, его задержали Ага Ну и кто же этот владей? Побриков Леонид Павлович Директор Центра Духовных Практик Тантрической Йоги Бес попутал Гражданин начальник Кто? Бес говорю Все эти Тантры, мантры Йоги, шмоги Такой маленький доход приносят И вы решили Подрабатывать на кражах квартир, да? Не для протокола, конечно Столько лохов Собирается в одном месте Честное слово Грех не воспользоваться А ваш этот Ну Наставник Гуру Он знает, чем вы занимаетесь Иннокентий-то Да он блаженный, прости Господи Он же верит во всю эту ерунду Ну как можно с таким делом иметь? Ой Господи Сколько же нас в виде больных людей, а? Кого ты называешь больными? Да всех этих посетителей тантрических курсов Люди ищут чего-то Развиваться хотят А ты их называешь больными Знаешь Оксан Надо выяснить их телефоны и обзвонить Может быть они были ограблены Этими тантристами Кстати, у меня там еще три коробки Я одна Должна заниматься всеми этими больными Почему больными? Люди ищут Ну А почему Фоминой ты отдал не все фотографии? Не, ну как? Ну мне нужны были гарантии Что она не обратится в милицию Не, ну я не собирался их никому показывать А снимки где взяли? А на квартире у одного из наших клиентов А как зовут клиенты? Белкин Дмитрий Кузьмич Он же был на семинаре вместе с этой вашей Фоминой Адрес этого Белкина Сейчас Секунду Сейчас Сейчас Вот А это Белкин Дмитрий Кузьмич Улица Героев Севера Дом 12 Квартира 9 Слушай У него же все в одном месте было И деньги И фотографии И даже Домашний адрес написан Не, ну Ну как было Сейчас выезжаем Да Марина Фомина погибла Ее машина вылетела в кювет А чему ты удивляешься? Навстречу ехала машина Осветила фарами Типичная история Днем шантаж А вечером случайная смерть Она ехала с работы Нервы не к черту Решила крутануть руль Вот и крутанула Дура Да при чем здесь руль? Ты деревья эти видел? Видел Чем выше скорость Тем глубже Должны остаться Отметины на деревьях А здесь царапины легкие А судя по характеру Повреждения автомобиля И этим царапинам Скорость была минимальной Да она твоя подруга И ты Не мыслишь объективно Да при чем здесь я? Есть объективные факты Да какие факты? Надо провести экспертизу И поспешные выводы Делать вообще нельзя И я считаю Что заниматься расследованием Ты не можешь Значит я не объективна Да? Да Ты что с ума сошла что? А вот эта боль Она объективна Или субъективна? Скажи мне А закон всемирного тяготения Он объективен? Галина Николаевна В квартире на улице Героев Севера Белкин Дмитрий Кузьмич Не проживает Значит Бобриков соврал? Нет Квартира сдается по суду Что хозяин квартиры Признал У этой фотографии Человека Который снимал ее четыре дня Надо пробить Белкина По базам данных Уже пробили В Москве проживает Девять Белкиных Дмитрий Кузьмичей Но ни один из них Даже отдаленно Не напоминает Нашего красавца Значит Белкин Который совсем не Белкин Соблазнил богатую женщину Подготовил фотографии Для шантажа А в это время Другие мошенники Ограбили его И сами решили Заработать на компромате Куда согласно закону Всемирного тяготения Течет кровь? Вниз Куда? А здесь Она течет параллельно Ее убили А труп посадили в машину И экспертиза это докажет Я уверена Ну что встали? Коллеги Идите работать Уши развесили Идите Есть Есть Валухин Михаил Николаевич 77-го года рождения Улица Царегородская Секундочку Получай номер Алло Михаил Николаевич Здравствуйте Это вас беспокоит Из милиции Скажите пожалуйста А вас еще не ограбили? Что за дурацкие шутки Идиотка В три часа ночи Кажется нам дают знать Что конец рабочего дня Уже наступил Зато рабочая ночь В самом разгаре Вот телефон Марины Фоминой Оксана Пробей по базе Кому она могла звонить За последние сутки Все Костя Что? Мы вообще-то Живые люди Ну И что? Спать Очень хочется А я подумал На пенсии Отоспитесь Эх Под ногтями Потерпевшей Фоминой Обнаружена частица Эпителия Галина Николаевна Перед смертью Фомина звонила Двум абонентам Первая Это Катерина Лескова Марина говорила Что у нее Была подруга Лучшая подруга Кате Кате Она не дозвонилась Зато дозвонилась мужем Правда разговор Длился недавно Никогда не откладывай На завтра Того Кого можешь разбудить Сегодня Если ее убил муж То ему сейчас Явно не до сна Извините Смерть наступила В результате Черепно-мозговой травмы Несовместимой с жизнью Между двенадцатью И часом ночи Профессор Судя по гематому Посреди загородного шоссе В машине Да еще и с чемоданом Млечных вещей Я ее выгнал из дома И что? Почему же? Позвольте полюбопытствовать Пожалуйста Полюбопытствуйте Вы считаете это Недостаточным поводом? Это Марина? Здесь леса не видно Мы восемь лет женаты Нашему сыну семь лет Вы думаете Я с чем-нибудь могу спутать Вот эту вот татуировку? Ой Прости, Оксана Не хотел тебя будить Это не ты Это запах Почему он у тебя пахнет костром? Это не от меня Это от куртки Фомина Мужа убитой Марины Фоминой Вы его пытали? Да Поджаривали на костре Если бы все так было просто То раскрываемость была бы сто процентов А так тебе придется на этой куртке Найти пятна крови потерпевшей Как к вам попали эти фотографии? Вчера Позвонил какой-то парень Сказал, что у него есть доказательства Измены моей жены И вы так сразу согласились их купить, да? Цена вопроса смешная Три тысячи долларов Ну и? Мы встретились Он показал фотографии Я отдал деньги Что за парень? Я вот сразу-то и не понял Что это вот Который с фотографией Я бы ему на месте башку оторвал Фомин говорит, что он собрал вещи своей жены И выставил ее из дома А на самом деле? Соседи видели, как они скандалили Привет, я так соскучился Ты здесь больше не живешь Ты не понимаешь, что все не так Где мой сын? И Денис, ты тоже больше не увидишь Не пухай Мальдей! Открой! В квартире у Фомина Множество замутых пятен крови его жены То есть он убил Марину Потом насценировал аварию А как же звонок подруге Кате С Марининого телефона? Он мог сам взять телефон и позвонить Да не убивал я Марину Просто выгнал из дома А кровь в коридоре? Ударил я ее Да не смотрите на меня так! А почему у вас куртка пропахла дымом? Вот это глупость Когда она ушла Я собрал все наши фотоальбомы Взял ее свадебное платье Поехал все это сжигать Костя, посмотри сюда Это что, грязь на фотографии? Да нет Это родинка А вот на этой фотографии родинки нет А вот здесь родинка есть А Марина рассказывала мне Что прошлой зимой Она удаляла все родинки жидким азотом Все фотографии сделаны в одной и той же комнате И мужчины на них один и тот же И белье постельное, посмотри Это не Марина Фомину подбросили эти фотографии И развели его как последнего идиота Я только что с места Где Фомин сжигал фотографии Это вот здесь А вот здесь нашли машину с тропом Марины Понимаешь о чем я? Смерть Марины наступила между двенадцати И часом ночи Вот именно В это время Фомин был у костра И даже если предположить, что это он ее убил То между костром И местом, где была обнаружена машина Не менее часа езды А ведь ему нужно было еще переложить труп Столкнуть машину и уехать Да, Фомин хоть и сволочь порядочная Но не убийца Погоди-ка, это что такое? Профорте Что это? Это аминокислоты, их принимают культуристы А здесь стоит целая банка Этой банки хватит для целого зала, видимо Качков Что там такое? А ты откуда знаешь? Рогузина рассказала Сейчас мы это дело увеличим Смотри, упаковка профорта из магазина Здоровяк Слушай, а где он находится? Написывай Подожди На одном из платьев Фоминой Я обнаружил странную смесь Это чай Мате И растительный галлюциноген Из рода Каннабис А Марина рассказывала мне После семинара Они с новым приятелем Зашли выпить чашку чая Ах, вот как По сути, этот растительный галлюциноген Вид легкого наркотика Снижает критичность Дает ощущение эйфории Иногда вызывает легкую амнезию Да, просто идеальный способ Для соблазнения Я думаю, он добавил этот препарат Прямо в чай Галина Николаевна Вот он, наш герой Любовник, полюбуйтесь Отведите Где ты его нашел? На упаковке было название магазина Здоровяк Его там отлично знают Он работает фитнес-инструктором В спортклубе Вечная молодость Хорошее название Да Очень хорошо разбирается в химии И в этом магазине Он для своих клиентов Покупал протеиновые коктейли В общем, у клуба его и взяли Решил сходить на эту тантру-йогу Да, чисто так Посмотреть, прикололся Смотрю, там девушка красивая Познакомился с ней Ну и, конечно, сексом потом занялись А фотоаппарат тоже ради прикола установили? А что? Я люблю на тебя посмотреть Вот и снял эти упражнения Да она сама мне про мужа все рассказала Я адрес свой назвала Ну, вот я и решил мужика на бабки бросить Врет Марина боялась мужа И она бы не стала о нем рассказывать Тем более сообщать адрес У тебя украли фотографии И ты решил сделать фальшивные копии, да? Ну да У меня знакомая Очень на Марину фигуры похожа Татуировка один в один Ну все, готово Ну-ка, померяй парик Держи Ну что, дорогая? Подожди секундочку Сейчас мы поправим Иди ко мне Иди ко мне Вот так Будем с тобой съемками заниматься Чуть-чуть правее Вот так Ага, хорошо Замри Отлично Теперь давай сюда руки Так Ну не мог он так точно По памяти скопировать татуировку У него была фотография Марина Только фотография была годичной давности Там Марина с родинками И, скорее всего, в купальнике А ведь у Марины и Егора Наверняка есть общие знакомые Ну, конечно, это же так просто Чтобы узнать общих знакомых Нужно просто проверить все телефонные звонки Егора и Марины И найти пресечение Я так понимаю, они уже нашлись Да, нашлись Это Катя Лискова, лучшая подруга Марины Здравствуйте Прошу Вы внимательно смотрите Это мало ли кто может прийти под видом Милиционера Да ладно, я вижу, все в порядке Ой Как не вовремя Извините Алло Да Может, на кухню? Марина, видимо, так и не доехала ко мне вчера Вы извините за вот такой вопрос А где вы были вчера Между двенадцатью и часом ночи Дома Здесь А это мой приятель может подтвердить А приятеля вашего как зовут? Егор Егор Перов На фотографии, которыми шантажировали Вадим и Фомина Отпечатки пальцев Екатерины Лисковой Юля, можно тебя на секундочку? Посмотри Кровь Ну что, Катя, собирайтесь, поедите с нами И теплые вещи с собой берите Вы уезжаете надолго Так, ну что у тебя? Галина Николаевна, на одежде Марины Фоминой Обнаружена кровь ее подруги Кати И Катиного любовника Егора Перова Он не только Катин любовник Он еще и любовник Марины Ну, кстати, это Катя тоже Существо любвеобильное Не поняла На Катиной простыне обнаружены следы сразу двух мужчин Егора Перова и Вадима Фомина Мужа убитой А ты знаешь, меня это почему-то не удивляет В вашей квартире обнаружены замытые следы крови Марины Фоминой У нее под ногтями ваши петели А вот на этом Следы крови потерпевшей Не может быть Я же ее с мылом мыла Да вы знаете, от крови вообще очень сложно Отмыться А вы чего хотели ты? Мужа Марину получить? Он сказал, что любит эту дуру И что она ему никогда не изменит Да я здесь ни при чем Да это Катя все придумала Вы должны были соблазнить Марину И сделать снимки Катя обещала за это деньги Хорошие деньги А про наркотики в чай тоже вы придумали? Нет Это Егоркина самодеятельность А мне какое дело, как он ее поимеет? А расскажите Расскажите мне, как вы ее убили А это не я Это он Вот этой штуковиной Кать Посмотри, меня кто-то подставил Видишь, это не я Видишь, у меня нет этих родинок Ну Мариша, что я могу? Ну как что? Ты должна позвонить Вадиму И все ему объяснить Со мной он не хочет разговаривать И с тобой точно будет Что за шум от драки? Нет Дима? Привет Я не Дима Я Егор А что ты здесь делаешь? Кать Прости, подруга Но мне очень нужен твой муж Ну не он сам, конечно А его деньги Как любовник он не очень Не то, что наш Егорка Какая же ты смысл Что? Что? Стоп! Скоро ее нельзя отпускать Она все мне расскажет Он убьет нас Мы посадили труп в машину И сымитировали аварию Видно, не очень удачно Опыта маловато Да ты не волнуйся Опыт это дело наживное Накопишь За долгий-то срок Мне сказали Что на фотографиях Которые мне передали Там Там не Марина Мы вас больше не задерживаем Зайдите ко мне в кабинет Простите Мне это очень важно знать Она мне изменяла Продержите? Вы свободны Проводите, пожалуйста, товарища к выходу Есть На выход Она мне изменяла Мне это очень важно знать Она мне изменяла Это очень важно Она мне изменяла Она мне изменяла Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова